Садимся. Дай-ка мне эти бумажки. Да, святое дело. Всем привет, это FatFartHall и сегодня расскажу с чего начать армию темных Эльдар. Если вы новичок, то я буду полагать, что кодекс у вас уже есть, книгу правил вы купили и хотя бы пробежали беглым взглядом. Ты знаешь, что такое клитор? Боже, тут ни в чем. И мои термины не будут вас никак смущать. В этом выпуске будет показана армия темных Эльдар на формат 1000 очков, представляющая из себя какой-то ноу-нейм кабал. Скажем, кабал нагибателей. Дарк Эльдар это очень холодная, но очень красивая армия, состоящая из быстрых маневренных юнитов. Основной фишкой которой является наличие ядовитой стрельбы и большое количество лэндсов. Это классические темные Эльфы в садистской оболочке, переправленные прямиком в 40-й миллениум. Для начала ознакомимся с ростером, сделанным в программе Army Builder. Всем советую его скачать. Это очень важная и классная программа, которая поможет вам проще сгенерировать ваш будущий ростер. Основная фишка армии темных Эльдар в том, что она уже на формате 1000 очков имеет 70% своего потенциала. Руководит сегодня Гомунгул. Почему? Да потому что он способен раздать пейнт токен, который поможет венам слезать боем некоторые важные отряды противника, типа Центурионов. Также он поможет дать нам доступ к крэкам в разделе трупсы. Ну и еще он сверх дешев по эльдарским меркам. Воины кабалиты на транспорте венам. Тут все просто. Дистанция – ваша жизнь. 12 ядовитых выстрелов всегда огорчают любого оппонента. Если модели оппонента уже приблизились к вам, ограничивая ваш маневр, то можно не брезгнуть подключать стрельбу кабалитов. Машины открыты, из нее могут стрелять все модели пассажиров. Бластер поможет противостоять технике противника. Чисто стрелковый выбор. В отличие от кабалитов, девчонки стреляют гораздо хуже и не имеют бластера, зато они могут отвешивать пощечины и закидывать хайуэр-гранаты. Отряд в первую очередь предназначен для ближнего боя, поэтому посажен на рейдер машину более толстую, чем венам. Первоочередная роль – лететь вперед в поисках техники оппонента и давить своим присутствием, используя джинк-машины для защиты. Ведьмы могут атаковать стрелковые отряды типа Центурионов, Девастаторов и тому подобного, чтобы связать их в ближнем бою, выпадя из игры. Отряд не стесняется прессинга и контроля точек оппонента. Ведьмы на Веноме. По своей сути гибрид кабалитов на Веноме и девочек на рейдере. В отличие от первых, они при приближении противника выпрыгивают из Венома и, первое, взрывают технику оппонента. Второе – добивают расстрелянные остатки врага. В остальном установка на игру – типичная. Дистанция – это ваша защита. В рэке на Веноме. А эти ребята перешли в этот раздел из элиты, благодаря Папе Гомункулу. Их цель лишь одна – дать нам дешевый Веном в разделе трубцы. Занимаются они чаще всего скорингом, покидая свой Веном. Кабалиты Турборны – элитные войска кабала. По своей сути, это те же самые воины, но увешанные спецвооружением. В данном случае – бластерами. Это поможет вам в борьбе с транспортом противника и с тяжелыми отрядами врага. Готовить, по сути, как и воинов-кабалитов, держать дистанцию и уводя их лишь для уверенного добивания цели. Раведжер – это костяк армии темных Эльдар наряду с Веномом. Три темных копья на борту и маневрность позволяют ему угрожать всему и вся. Никакой танк не чувствует себя в безопасности, когда на поле Раведжер. Таких машин у нас три, и две из них снабжены генератором ночного поля, уменьшающего радиус стрельбы по этим машинам. Дистанция – это ваша защита. Так, концовочка. Отлично. А че? В итоге мы получаем армию, которая без стеснения расстреливает оппонента, добивая его на подходе. А ядовитая стрельба игнорирует стойкость. В Рейс-Лорд ничем не отличается от Гречина, от Ригона, от Спейс-Марина. Много стрельбы генерирует неприличное количество спас-бросков. От Арк-Эмберджа оружие не отличает броню им Химеры от брони Лэндрайдера. Армия не различает... КОМУ ЭТО НУЖНО? Она гнет и карает от армии. Покупайте ее, собирайте ее, и пока можно, пока не наступил ноябрь, нагибайте всех. Удачи, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok